Скажите, если бы у вас была возможность безнаказанно воровать, вы бы стали это делать или продолжали вкалывать на работе? Сложный вопрос. Была бы возможность, было бы понятно. Наверное, каждый человек, когда есть какая-то возможность, что-то где-то как-то, скорее всего, но, наверное, нет. Такой ситуации не было. По обстоятельствам. Случилась бы она, какой выбор был бы? Да я даже... Ну, люди, они такие, как бы. Появится возможность, я думаю, получится. Я не вкалываю, я ворую. Такой вопрос интересный. Зачем воровать, если можно работать, честно зарабатывать? Не стали бы, да, воровать? Абсолютно нет. Не то, чтобы я вкалываю на работе, но я бы не стал воровать. Я бы никогда не стала воровать, это точно. Я бы работала бы. Я. Почему? Ну, потому что то, что я делаю, отвечаю я за свои поступки. А пусть тот, кто совершает дурные поступки, отвечает сам за них. Я никого не хочу судить и ожидаю, что меня тоже никто не будет судить. И поэтому каждый должен отвечать за себя. Я продолжал бы вкалывать. Почему? Совесть. В нашей стране очень много грамотных людей, которые бы не стали воровать, я в этом уверен. Просто их, наверное, убивают, сажают. Никому не секрет, где эти люди сейчас находятся. Почему вкалывать? Я обожаю свою работу, вот я сейчас на работе, получаю истинное удовольствие. И в любом случае, я думаю, что это опять-таки мир ответственности, да? Каждый для себя выбирает. Я нет. По-вашему, есть разница между безнаказанным воровством и работой? У нас просто считается, кто много наворовал, тот много работает, очень умный, чуть ли не пример для подражания. Вы считаете, что у вас социальные вопросы? Они прямые? Ну да, в какой-то мере. Нет связи между этими двумя. То есть это не одно и то же? Определенно. Но мы же с вами знаем это. Ну, конечно, есть. Мы много работаем, они много воруют. Вот вся разница. Нет, конечно. Кто много наворовал, тот вор и мошенник. А кто трудяга, тот трудяга. Это все-таки разные вещи? Да, конечно. Трудяги трудятся, а воры воруют. Ну, я думаю так, что даже когда работаешь на государство, все равно есть коррупция, она присутствует. И как бы даже воровство без наказания, это та же самая работа, даже с коррупцией. Да, абсолютная ошибка. Конечно нет. Лучше воровать, не воровать, вернее, честно, работать, заработать достойные деньги. Ну да, большинство так считает, но я так не считаю. А вы как считаете? Согласна. Да. Я еще расскажу. Пусть тот, кто делает дурные поступки, отвечает сам за себя. Сам за себя. Я думаю, что если каждый человек будет отвечать за свои поступки сам, тогда и будет то, к чему мы так хотим прийти. Все-таки нужно спрашивать, да, за поступки? Человек должен отвечать. Спрашивает нужны за поступки, но он должен понимать. Человек должен понимать. Здесь проблема не в том, что он делает плохо, а в том, чтобы он понимал, что он делает плохо. Вот в этом проблема, самое главное. Вот если мы научимся понимать, что мы делаем плохо, не только себе, но и другим, тогда у нас наступит то, к чему мы так стремимся. Вот по-вашему есть какая-то разница между безнаказанным воровством и работой? У нас просто считается, кто много наворовал, тот трудяга. Есть разница, конечно. Это разные вещи. Конечно, разные вещи. Нет, зарабатывать однозначно могут люди много. Только не дают. Дают тем, кто больше заплатил. Тот и зарабатывает больше. Кто видоват, что у нас в России малый бизнес уничтожен? Государство наше. Правительство наше. А правительство? Навальный. А почему? Потому что Навальный, Обама. Какой они бизнес уничтожили? Малый. Конкретно, что нельзя в связи с вот этими людьми? Нужны аргументы. Аргументы. Не Путин, не виноват. Навальный виноват. Но я буду голосовать за Навального. Я не знаю. Не буду ответить. Я не знаю, кто виноват. Правительство, естественно. Это хозяйствующий объект, главное. Малый бизнес. Я не считаю, что он сильно уничтожен. Я не считаю, что он уничтожен. Какой остался? Я не могу ответить на этот вопрос, извините. Бизнес. В России не только малый бизнес уничтожен. В России. Кто? Кто в этом виноват? Кто виноват в этом? История. Путин, власти или сами люди? Если вы хотите услышать мое мнение о Путине и о власти, мне кажется, не мое мнение надо, а общее, народное мнение. Наша сторона живет очень плохо в сравнении с другими странами. А мы вот причину пытаемся выяснить. Кто вот в этом виноват? Кто виноват? Наверное, наше государство. Однозначно. Наверное, ответственность все-таки есть и малого бизнеса. А еще чья? Кто виноват? Вопрос, мне кажется, не очень все-таки такой вот точный. Вот мера ответственности гражданского общества вместе, естественно, и с нашими руководителями. А он, по-вашему, уничтожен или процветает? Малый бизнес? Малый бизнес, он существует определенно, но ему непросто, да. Я не занимаюсь малым бизнесом. Если бы я занималась, то я бы вам сказала, я не занимаюсь малым бизнесом. Не имеете мнения никакого, да? Я бы сказала так, затрудняюсь ответить. Ну, я затрудняюсь даже ответить. Сильно не уникал в этот смысл. Не занимаюсь бизнесом. Проблески еще остались, можно. Добивают его, да? Ну, честно говоря, немножко связан с сельскохозяйством, то да. Чего осталось? Много чего, не знаю. Торговля. Какая именно? Уличная. Так у нас сети продают, супермаркеты. Тут на улице-то уже и не продают ничего. Только матрешки. Ну, это не сильно плохо, по-моему. Лично для меня. Согласен. Как считаете, он уничтожен или нет? Практически. Поддержки мало. Я тоже представитель просто малого бизнеса. Поддержки нет никакой. Да Россия виновата. Сами виноваты. Вот и все. Кто именно? Что? Никто. Все люди виноваты.